Планы обозначены. Сегодня глава Чувашии провел расширенное совещание с активом Комсомольского района. В муниципалитете разработали стратегию развития на ближайшие годы. Подробности в следующем материале. Перед тем, как провести встречу с активом района, Михаил Игнатьев посетил один из крупных сельхозкооперативов муниципалитета. Каждый день сюда поступает более 30 тонн молока. После тщательной проверки и пастеризации сырье отправляют в регионы Поволжья и даже Москву. Предприниматели говорят, назрела необходимость модернизации цеха и покупки нового тягача. Из бюджета кооператив получил грант в размере 5 миллионов рублей. Вы стратегически прикинули, как будете конкурировать на потребительском рынке? Потому что надо же одно дело собрать, другое дело надо продавать. Пока планы есть, вроде договоренности тоже есть. Рынок уже поделен, таких прям сильных изменений, я думаю, не должно быть. А в этом сельхозкооперативе молоко не только продают, но и перерабатывают. Здесь производят кефир, сметану и творог. Спрос на местную продукцию растет, ее реализуют и в сетевых магазинах. Понятно, охлаждение, очистка, а цельномолочные продукции, вот такие пакеты, сколько перерабатываете? 12 тонн. От общего количества? Да, да. Каждый пятый грамм просто перерабатываете? Да, да, да. Остальное что делаете? Остальное реализуем в Саратов, Волгоград. Для подобных кооперативов сейчас открываются новые ниши. Глава республики рекомендовал предпринимателям наладить глубокую переработку молока. Перспективное направление – производство сыров. Эту продукцию в Чувашии выпускают единицы. Здесь вот сегодня был обсужден вопрос, что надо объединяться. Лично подсумным хозяйством в кооперативы. Кооперативам надо объединяться тоже, может где-то по переработке, чтобы вот мы сегодня, один, посмотрели, как они перерабатывают. То есть они буквально за год вышли на уровень низовых молочных заводов по объемам продаж. Насколько широко на прилавках представлена продукция местных производителей, глава республики поинтересовался в одном из магазинов. Михаил Игнатьев остался доволен не только ассортиментом, но и ценами. К примеру, сахарный песок здесь оказался один из самых дешевых в республике. На расширенном совещании с активом муниципалитета глава республики призвал создавать благоприятную среду для развития малого и среднего бизнеса. Недавно один из ведущих производителей сыров Комсомольского района был вынужден сменить юридические адресы и оформить регистрацию в другом регионе. Чтобы решить спорные вопросы, глава республики призвал представителей налоговой службы и предпринимателя сесть за стол переговоров. Еще одна задача на ближайшие годы – привлечь инвестиции в сельскую местность. Развивать экономику надо, заниматься реальным сектором экономики надо, ибо от этого мы пополняем доходную часть. От доходной части уже зависит, какие средства мы будем направлять на повышение качества жизни. Ну а качество жизни в районе улучшается с каждым годом. Это отмечают и местные жители. Люди сейчас строят, конечно, добротные дома. Это очень хорошо. Все собирают. Строят дома хорошие. И нынче завершается строительство школы Альбы-Черебеевы. На рабочей встрече с руководителями муниципалитета глава республики отметил, что у Комсомольского района хороший потенциал. Здесь динамично развивается агроотрасоль. В муниципалитете не осталось ни одного гектара залежных земель. Медрик Валев и Расилий Мухаммедов. Республика.